Дорогие друзья, в эфире интернет-портал радиоцентра Сангейтс, у микрофона Михаил Мелехов, и у нас на связи два города-побратима, вообще это три города, это три города-побратима, если кто еще не знает, это города Чикаго, Нью-Йорк и Минск, и у нас впервые, вообще-то говоря, такая программа, и программа называется «Мой родный Куд». Давайте мы послушаем небольшую заставку. Мой родный Куд, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы не раз. Это было быстро, но это в основном для нас, проживающих на территории Соединенных Штатов, это Ярослав Беклемишев, который находится в настоящий момент в Нью-Йорке, проживающий в Нью-Йорке, ну а я нахожусь в городе Чикаго и веду эту программу на интернет-портале Сангейтс Радио. О чем будет идти речь? Два журналиста, два континента, две разные страны и две разные системы, но язык один. И вот впервые в США эфир на белорусском языке. Журналист Татьяна Снитко из Белоруссии, из Минска, это независимый журналист. Я-то буду говорить по-русски, а вот Татьяна и Ярослав, они будут говорить по-белорусски. Я думаю, что это будет интересно тем людям, которые еще не забыли белорусский язык. Одно событие, вот для меня это было событие буквально на границе, поскольку прямо после этого события я, так сказать, уехал в Соединенные Штаты. И оно как-то для меня прошло достаточно незаметно. Я говорю о том, что произошло в декабре 1991 года в Беловежской пуще. Это знаменитое соглашение, это Советский Союз развалился. И, во-первых, дорогие друзья, независимые журналисты, Татьяна и Ярослав, здравствуйте. Привитание. Добрый день, витаю вас. Вы не могли бы вот немножечко по очереди или вместе вот рассказать об этом событии, что этому предшествовало? Вот с этого начать мы хотели бы программу, а дальше вы уже, так сказать, поплывете в вольное плавание. Дякую, Михаил. Ну, Татьяна, кто первый начнет, как ты думаешь, когда мы уже кранаемся этих событий 1991 года? Я думаю, Ярослав, что лучше начнешь ты. Начну я. Добрый день, я не могу неказначить эти события у своим жити, потому что в 1991 году я занимался, ну, скажем так, нечем иншим, и таму развал Советского Союза для меня прайшел, ну, як развалился и развалился. Все, коли небуць разваливается, таму Советский Союз повинен был развалиться неколи. Гэта уже усе разумели, але потом я сутыкнулся с гэтой проблематакой, калі некалькі разу интервьюировал Станислава Шушкевича. Татьяна ведая, хто? Михаил ведая, хто? Да, я ведаю, хто. Хто таки Станислав Станиславович? И, вось, ён в адным з интервью, ну, не як адчыниў дзверцыў пратаемная, скажем так. Ён сказал, што сапрауды яны ў Беловежской пушчы не ведалі, што гэтым ўсё скончыцца. Уже чаму так атрымалася, ён сам, може, ну, як быцым бы не разумея, але настолькі нічаканна яны паставіли подпісы пад гэтым дамавленім о денансаціі стварэння Савецкага Саюза, што не ведалі, каму таліфанаваць. Папершы, таліфанавалі Гарбачову. Да Гарбачова дарвацца не было махчымаці ніякой. Там системы абеспекі такая, што просто немахчыма, нічога не атрымалася. Тады Козыраў, міністр замежных спраў Расеі на той час, ўшоў Расеі на той час, бо толькі што падпісалі, ані Савецкага Саюза, заявіў, што будзім таліфанаваць бушу старэйшаму. І аны таліфанавалі ў Белый дом, і там был толькі адзін таліфон ў Козыраўа на руках, ён таліфануе ў Белый дом, і каже, я саправды, гэта тое, што Станислав Саниславыч рассказываў мне. І ён таліфануе ў Белый дом, і Белый дом адказывае, хто, хто вы, што вы, ён каже, я міністр замежных спраў Расейской Федераціі, былога Савецкага Саюза Козыраў, мы толькі што падпісалі Дамову, а пра денансацію Саюзной той бумагі, якая была падпісана, калі там ў 22-м годзе, мы денансіравалі Савецкага Саюза больш нема, на што ему адказывае, я не знаю, які чалавек таго боку был, каже, што, ну тады я Мікі Маусы, больш нема Голливуда. Тым не менш, Козыраў звязалі з Бушам Старэйшым, і Буш пазнаў першы, пра тое, што Савецкага Саюза больш нема. Калі пра гэта празнаў Горбачоў, не глядзіцца на тое, што да ёго сапрауды не можна было тады даталіфановацца, гэта был гнеў, ну я не ведаю, які межы веды той гнеў, што Горбачоў па гэтаму поваду казаў усім, і Ельцину, і Шушкевичу. Тоець, палучаецца, што Буш узнал абэтам первам, а Горбачоў, каторый сам-то і развалил все это дело, он, естественно, этого не знал. Ну так, так отрымалася, фактично. Ясна, а вот Татьяна, она это событие помнит или нет? Канечна, я помню, ой, прабачите, я збилась на русскую мову. Я дума, я памятаю эту падею, але я ёе не успырмала тады, як журналиўст. Реча тым, што я была студенткой третўа курса журфака на БДУ, і на той момент я знаходился в академичному отпочинку, тому, что у мене был маленький дзенок, грудная дачка была. Але я отсочвала падеи, і мене порадовала эта падея, скажу вам щиро. Тому, што калеша я была просто студенткой, то на перших курсах я активно разваливала Советский Союз. Ну, скажу вам так. Ага, понятно. Так это был не Горбачёв, как выясняете сейчас. Не, это был напылно не Горбачёв, а все-таки были Ельцин и компания. Але, чим полегало наше разваливание? Мы ездили в Вильню. Мы ездили в Вильню, просто погулять по Вильню, ходил таки в Вильню добрый тягник, який за три години доводзил нас до Вильню. Вильня – это не Вильня, которая в Беларуси вильно? А это Вильня – это город Вильнюс. Так, это Вильнюс. Але по беларуси... Вильня одна сдается. Вильня одна. По беларуси у Вильнюс – это Вильня. Из-за общей, из-за общей, даруй, Татьяна, из-за общей, это был беларусский город. Шамусь ён зараз литовский, але... Але там шмат беларусов, и это такая беларусская метка. Многие беларусы мавят шенгенские визы, только деля поезда к Вильню. Кали так уже мы закранули это пытание. Так вось, мы привозили из Вильню, разные листовки, улётки Саюдаса. Конечно, там были вельми цикавые артыкулы у газетах мясцовых литовских, незалежных, несоветских. Мы всё это привозили, читали в интернате, БДУ, в Мярковоле. У нас такие были дискуссии, просто вось на всю ночь, про незалежности. Трэба нам незалежности вогуля. Про историю Беларуси мы разговляли, про культуру. И просто потом, кали я до сего гэта адышла, неяк на свои такие особистые справы, то раптом Советский Союз развалился, и мене это порадовало, скажу вам щиро. И до сих пор радует? Ну так, мене это радует. Але, нажаль, зараз моя краина трошки не на тым шляху, який, я думаю, варта... Ну мы не о политике, естественно. Ой, не, не. Разумела не о политике, але даруйте, чым менш имперы, тым лепш жыть у свете, мне здаецца так. Тым больш таких имперы, як Советский Союз, и як сучасная Россия. Я просто хачу дадать про Вильню, тому, што я был на гэтым вядомым перевороте, кали десантники брали телевизийную вежу, и там саправды были такие проблемы, што Вильня не могла не отвалиться тады от Советского Союза. Я просто бачу, я тады проехал на Таллистудыю до их, и як проезжая десантна БТРС, Псковская дивизия тады стояла, як бы стояла, уведзена была. И просто из кулемета КПВТ адстрэльвая, ну, здаецца, ну, можа, одну абойму просто пабудынку. Ёсь там людзей, няма там людзей, никого гэт не хвалявала. У той момент, я так разумею, з российской стороны. И пасля гэтага, зразумела Вильня, павинна была адвалиться уже от Советского Союза, с гэтага и пачынаўся развал. Таким чыном, гэта студень 91-го года, калі пачынаўся развал Союза. А ўже, ўже так, пад канец года, гэты развал і меў быць. Так скажу. Дадаць пару слов пра тэе падзеў. Я пра их не ведала, таму што я знаходзылся в этой часы в роддоме на уліце Володарской. Як толькі мене выписали, я увайшла да дому і ўбачыла у нас на столе свежую газету, мне памяту якую. Там былі фотосдымкі, там былі апісані аэтых падзеў прысупнічала, вельми кароткая. Але аэта мене канешне вельми ўраззіла. І тут я доведалася, што частка моих сяброў і знаўымых знаходзілася там. Ну, канешне, я пиражывала, але, ну, не насталки мацнно. Вогуле падзеў девяносто пешагода, ўключно з Вільней, ўключно з Пучча, які был ўжнилні, мене заспіли ў такі час, што децёнок був маленький, там ночі були біссоў, шмат розных клопотов, і таму я, може быць, перэжывала не ў такой вялікай ступені за всё гэта, ў якой магла б, каб я была абсалютна вольным чалавекам. Борж зато я не паехала туды вось толькі па гэтай прычыня, што я не магла адарвацца. Субтитры создавал DimaTorzok